5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28 привет да если ты давно подписан на наш канал по превьюхе ты точно понял о чем сейчас пойдет речь об этом многие спрашивали интересовались переживали и вот наконец-то выпуск а если ты впервые попал канал то скорее всего тебе точно будет интересен выпуске возможно ты на него попал по кому-то ключевому запросу и ты попал в такую же ситуацию либо вообще просто гуглишь а стоит или не стоит так вот в этом выпуске я расскажу что вот это за деньги я расскажу что с нами приключилась досмотри выпуск до конца я там расскажу почему не стоит покупать в определенном магазине я расскажу куда нужно смотреть если ты покупаешь и ты пройдешь этот путь с нами ты поймешь что у нас произошло отчасти такое неприятненькое и возможно есть попадешь такую ситуацию тоже будешь знать как вести такое знаете информационно полезный выпуск с некими лайфхаками и с нашим жизненным опытом через что мы прошли я не буду долго затягивать давайте мы сразу приступим с вами к самому к самой развязочки ведь многие из вас мои дорогие подписчики ждали интересовались переживали и спрашивали а что он а как а когда погнали спонсор данного выпуска магазин мини диван шикарный вариант для вашего ребенка все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик отличное решение для маленьких комнат и балконов диваны в наличии и доступны в день заказа также есть рассрочка доставка по всей россии и самовы вас ссылку на инстаграме диванов оставляю в описании и так чтобы всем было понятно о чем пойдет разговор давайте начнем с самого начала чтобы всех сложился пазл так вот в девятнадцатом году насенька в декабре мне приняло решение подарить подарок подарок состоял из 11 айфона из часы apple watch 5 серии nike plus и airpods и успешно подарила мне едем дальше двадцатом году мы отправляемся в путешествие мы едем отдыхать в крым надолго на целых два месяца на одной из точек где мы отдыхали это был запад крыма село оленевка к нам приехали друзья и вы решили арендовать катер и покататься вдоль мыса траханкут и вы поехали и вот чтобы понимали что я не обманываю вот сейчас будет катер на котором вы можете увидеть что часы были у меня на руке на левой руке далее мы едем вдоль этого мыса мы катаемся мы купаемся мы наслаждаемся кайфуем но по приезду на берег я обнаруживаю что у меня часов нет и вот на этом видео когда мы только приплыли к пирсу иду я по пирсу делюсь своими эмоциями на левой руке вы можете видеть что у меня часов уже нету когда мы пришли в палатку я хлоп хлоп а где часы нет часов и тут у меня бьет такая некая паника блин чё делать надо срочно туда ехать мы быстро с моим другом бежим в прокат мотоциклов арендуем там байк едем в срочном порядке на мастер ханкут но на байке быстрее всего мы ехали туда стойно надежды чтобы поспрашивать может быть кто-то видел может быть кто-то взял их и в такое сейчас в суете мы их увидим как-то спали мы не знаю короче мы просто поехали спустились по обрывам к этому месту но там ничего не было мы вернулись в лагерь и тут приходит мне уведомление что часы высвечиваются на заправке оттан неподалеку от села оленевка и черноморского в итоге на следующее утро мы принимаем решение что нам нужно передвинуться и ехать в поповку самое что интересно я думал обратиться в полицию но мы не могли позвонить в полицию потому что в этот день почему-то в оленевке выключили свет и когда там выключат свет то телефон ни у кого не ловит и мы до самого позднего вечера были просто без связи утром мы собираемся едем в поповку но по пути в поповку часы стреляют опять геолокацию в поселке новозерное и мы едем туда наши друзья едут в поповку а я семьей заезжаю в новозерное и вы не представляете но такого совпадения просто не может быть мы приезжаем а там две палатки которые занимаются скупкой телефона ну сами посмотрите вот раз палатка там есть вторая палатка и тут я совершаю ошибку никогда так не делайте я иду в эти палатки начинаю разговаривать с продавцами а нужно было сразу вызвать полицию скорее всего в этот день я бы вернул часы нет я туда поперся начал расспрашивать начал что-то выяснять и в итоге продавец одной из палаток просто включил такую дикую суету начал что-то кому-то звонить куда-то ходить куда-то бродить в итоге вообще нахрен закрыл палатку и ушел ну сами посмотрите как все это было а вы уходите сейчас просто полиция подъедет давайте встаньте а вы тут будете тут будете сейчас просто англичан есть шумерей товарищ уезжает быстренько начал собираться кому-то позвонил в общем спустя пару часов мы дождались полицию приехал сначала один опер потом второй опер еще два часа что мы там бродили ходили они его допрашивали что зашли посмотрели но ничего не выяснили в итоге они созвонились полиция из оленьевки и полиция в оленьевки сказала нам надо ехать обратно уже вечер на дворе но у нас нет выбора мы поехали обратно это на минуточку порядка ста километров по пути в оленьевку с нами приключилась еще очередное приключение такое знаете приключение приключения для тех кто хочет посмотреть что же произошло я оставлю на этот выпуск ссылочку описание просто нажмите посмотрите но это не сравнится ни с какой нахрен кражей часов это более серьезно часов в десять вечера мы приезжаем в оленьевку покормили детей положили их спать прям в машине на креслах так как мы не могли там ничего разложить вся машина была битком мы совершали очередной переезд полиция приехала где-то в час до трех ночи меня допрашивали а то мы уснули непонятно где в поле короче посмотрите как это было вчера приехали следаки до трех ночи у меня брали объяснений в три ночи меня только отпустили мы прямо здесь вот в поле бросили палатку утром приехали самолеты на 1 разбудили сейчас мы едем в отдел полиции в поселок черноморская там нужно взять показания с насеньки и предоставить все документы а пока меня не допрашивали я тут вспомнил что часы у меня застрахованы я как бы им это сказал и как бы следствие пошло тип под другим углом приехали в черноморская мне дали эталон уведомления что заявление моё принято вот так он выглядит это обязательный документ который нужно потом будет предъявить страховую если вдруг у вас случилась такая ситуация тот же день я связываю с продавцом который продавал насеньки аппаратуру и подпекаюсь на жесточайший обман дело в том что когда продавал у насеньки технику он сказал что чтобы не случилось вашей техникой потеряли разбили поломали украли вам вернут сумму либо вернут новую технику а когда я с ним связался он мне сказал и вас это тоже сейчас касается будьте всегда внимательны обязательно статья должна быть кража если полицию кажется что-то другое денег вы не увидите короче возврат денежных средств происходит только в том случае если у вас произошла кража и уведомление или постановление там черным по белому написано короче вот так написано там почитайте если что-то другое денег вы не увидите затем я запросил у него полис и он даже не удосужился когда продавал технику распечатать оригинальный страховой полюс он вообще даже не дал даже копию не дал в итоге я запросил у него мне скинул скан слава богу что в страховой этот скан прокатил мы подали заявление в полицию нас отпустили мы дальше продолжили путешествовать мы уже вернулись в москву полиция обещала что в случае каких-то движений меня будет уведомлять по почте россии в итоге наступил октябрь ничего наступил ноябрь ничего я продолжал описывать ледоку который передали дело ватсапе она мне отвечала потом позже еще смотрим еще это ну короче можете увидеть в итоге мы уже переехали в сочи конец года мы сейчас зимую в сочи но не об этом 2019 году мы пропутешествовали весь крым снимая отели и гостевые дома на общем недвижимость 2020 году мы пропутешествовали крым путем бомжуя в крыму мы путешествовали с палаткой вообще зашло и вы знаете крым это удивительное место очень интересное но там есть и вопросы и затыки которые нам приходилось решать в девятнадцатом году и в двадцатом так вот мы написали свой собственный гайд авторский который поможет вам про путешествовать крым с легкостью с наслаждением вы кайфанете приобрести наш гайд можно очень просто просто написав нам директ почти 100 страниц весь наш опыт около 150 локаций путешествуйте я понимаю что нужно в этом году поставить жирную точку и опять звали в крым и уже с предъявами мол где как и что в итоге с горе пополам я выхожу на того следователя который мол занимается сейчас этим делом ну как типа занимается и начинаю с ним уже на повышенных тонах общаться и выбивать все эти документы и он мне как бы говорит что мы сейчас ничего не делаем я вам пришлю по почте документы окей ладно он мне присылает документы я на радостях берете документы и мучусь в офис альфа страхования он находится в центре сочи и будут документы на что мне там говорят извините но у вас документы не те говорят что не хватает какой-то бумаги короче о закрытии дела я звоню этому следоку говорю мне нужна бумага мы не останавливаем лет через пять только там завершим это дело если никого не найдем я грунду каким-то нужно в итоге она мне объяснять что нужно мы согласовываем и он мне высылает документ называется приостановление при остановлении дела он мне присылает и присылает без печати я иду опять страховую ему отношено говорит нет нужны синие печати и в итоге короче опять замкнутый круг я ему сообщаю что нужны синие печати он говорит это невозможно потому что гербовой печати нет она говорит не надо гербовую можно обычную любую синюю в итоге договариваемся окей он мне присылает я снова бегу в страховую подаю все эти бумаги и тут самый интересный момент она мне говорит да все хорошо бумаги готовы и все в принципе нормально и должно именно так быть и тут пусть все время мне приходит это смс к я короче вообще не понял часы чтобы понимали как донастник их покупала они стоили 35000 а тут сумма как бы 28 но 27 до почти 28 я тут же начинаю звонить это ирине сотрудниц в страховании спрашивать слушать а почему так и тут вылазит опять очередной подводный камень который продавец на момент не сказал он снова обманул значит этот магазин обманул политика обмана мне вообще никак не понятно и там в полисе написано что оказывается франшизовская какая-то история что они при страховой выплате они удерживают 20 процентов от выплаты представляете как так то есть получается 7000 я просто мало того что часы у меня с кому не сделали еще и короче магаз у меня 7000 подрезал для тех кто дождался я скажу что магазин называется ноу-хау приобреталась техника в подольске в глобусе вот я не рекомендую туда ходить и не рекомендую пользоваться вообще этим магазином потому что политика компании стоит исключительно на обмане лишь бы навариться в моменте ирина сотрудник альфа страхования не так и сказала что этого магазина печальная история и вот так вот люди обращаются и потом сталкиваются никогда вам них никто не скажет правда в магазине если вы только сами не начнете изучать и читать документы которые вы подписываете что собственно я рекомендую делать еще очередной был можно его назвать обманом когда я подавал документы в страховую мне сказали а можно чек чек который выдали насти в ноу-хау он выцвел благо что у меня есть такая привычка я все чеки очень важны я всегда делаю копию в магазине и заверяю их не печатью я сделал также на следующий день приехал в этот магазин взял этот чек после покупки и они мне от ксерили и поставили печать и эту копию с печатью я дал сотруднику альфа страхования слова хорошо что вы это сделали иначе вам пришлось бы ехать в москву делать этот чек и замерять печатью представляете если мне тогда это не сделал то я бы еще бы словил геморрой это снова обман снова им все равно как вы дальше будете жить им главное продать вам а все что дальше произойдет им вообще все равно поэтому ребята на истории с моими часами я хочу поставить точку я вам показал как у меня украли чтобы проживали как я вернул и какие документы потребовались если вы оказались в такой же ситуации не дай бог окажетесь то вот можете это видео брать за такой совет который вам поможет если вы так окажется не дай бог конечно это неприятно в ноу-хау не рекомендую вообще обращаться и конечно же я вам настоятельно рекомендую всегда досконально читайте что вы подписываете чтобы не получилось так как получилось у нас ставим точку в этой истории спасибо кто переживал спасибо кто писал спасибо кто интересовался денежки я получил на эти денежки конечно куплю себе часы но мне теперь придется немножко добавить спасибо что досмотрели выпуск всех обнял до новых выпусков пока